На улице Шепеткова водитель без документов врезался в грузовик. На перекрестке улиц Шепеткова и Спиридонова встретились и задержались на несколько часов водители двух грузовиков. Рулевой автомобиль Toyota Duna спускался по Спиридонова к перекрестку. Настроение у мужчины было отличное. В кузове вез елочки, оставшиеся бесхозными в новогоднюю ночь. Кролики на даче очень такое угощение уважают. Подъезжая к перекрестку, мужчина убедился, что горит зеленый сигнал и продолжил движение. В этот момент со стороны улицы Шепеткова на перерез Дюни вылетел грузовик Бонго. Водитель Дюны с 40-летним стажем без аварийного управления к такой наглости оказался не готов. Попытка избежать столкновения результата не принесла. Я на зеленый ехал, а он куда не знаю. Я убегал от него. Так получилось. Давно стоите? Давно уже. Ну он с вами на контакт идет и поговорит? Да нет, ни документов, ничего нету, ни прав, не знаю. Ни страховки, ничего нету. Он сейчас звонит какие-то там, страховки где-то ищет. Ну, что и будет, не знаю. Документов у водителя, вылетевшего на перекресток, не пропустив встречный поток, действительно не оказалось. Молодой человек суетливо пытался выяснить что-то по телефону и общаться со съемочной группой отказался наотрез. Я не могу сейчас. Пожалуйста. Пожалуйста, у меня начальник будет. Сейчас очень плохо. Пожалуйста. До приезда старшего начальника остается загадкой, есть ли у рулевого бонга страховка и на каком основании он вообще управлял автомобилем. Терпеливый водитель пострадавшего авто после часа ожидания все же решил вызвать на место аварии сотрудников ГАИ. Если необходимые документы виновника ДТП не будут найдены, взыскивать ущерб с него придется через суд. Вероятно, до следующего нового года. До новых встреч!